В теплый весенний радостный день на территории школы-интерната первого вида прошел спортивный фестиваль, организованный комитетом по делам молодежи и спорту города Махачкалы. На это мероприятие собрались дети с ограниченными возможностями. К участию в соревнованиях допускались в школы-интернаты города Махачкалы состав команды 13 человек и 2 представителя. Каждый участник принимает участие в одном виде соревнований. Возраст участвующих от 10 до 15 лет. Команда школы-интерната для слабовидящих детей к участию в соревнованиях допустили вне зачета. Участники соревнований при себе должны были иметь документ, удостоверяющий личность. Наш комитет по спорту, туризму и делам молодежи сегодня проводит мероприятие, фестиваль инвалидов. Мероприятие посвящено тому, чтобы мы не забывали людей с ограниченными возможностями, помнили о них всегда. Потому что смотря на них, глядя, как они относятся к жизни, как они относятся к спорту, самим хочется, конечно, участвовать во всех таких крупных мероприятиях наших проводимых. Хотелось бы пожелать им дальнейших побед, успехов, потому что они такие же полноценные, такие же любимые, уважаемые для нас люди, как и все. Очень важное мероприятие. Откровенно говоря, я просто восхищен этими детьми. Ну, в силу, как бы, тех или иных обстоятельств, они остались, как бы, инвалидами или с рождения, или приобретенные у них это. Но, несмотря на это, они, как бы, духом сильные. Почему? Потому что сколько здоровых ребят, да, которые ленятся, не могут заставить себя заниматься спортом. А вот эти ребята, обделенные, как говорится, да, ну, несмотря на это, они занимаются, естественно, им вдвойне, втройне тяжело, но действительно проявляют мужество и характер. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы, ну, и наш комитет, и вообще общество, и государство в целом, конечно, еще больше заботить вас о таких людях. И что касается вот нашей стороны, от нашей стороны, мы всегда только за, и мы всегда только рады будем в таких мероприятиях участвовать, принимать участие. Лучших и самых сильных выявили в таких соревнованиях, как настольный теннис, соревнования личные, зачет раздельный среди юношей и девушек, армрестлинг, в соревнованиях участвовали юноши и девушки, состав команды пять человек по одному человеку в каждой весовой категории. Шахматы проводился сеанс одновременной игры. Подтягивания соревнования личные, состав команды один юноша до 15 лет, зачет проводился по числу подтягиваний. Перетягивания каната, командные соревнования, состав команды пять человек пол не имеет значения. Бег 60 метров, соревнования личные с раздельным зачетом у юношей и у девушек. Попадание в цель, метание мешка в цель, соревнования командные. Зачет проводился по суммарному количеству очков всех участников команды. Прыжки со скалкой, соревнования командные проводятся среди слабовидящих воспитанников школы-интерната. Зачет проводился по количеству прыжков за одну минуту. Это очередной 12-й фестиваль. Проводит комитет спорта и туризма города Махачкалы на базе нашего интерната. Это сплачивает детей, делает их сильнее, смелее, ловче. Поэтому такие праздники, тем более среди детей-инвалидов, это необходимо проводить, потому что детей приучить, привить к спорту, чтобы выросли здоровые детки. Поэтому хочется от всей души пожелать всем ребятам, которые принимают участие, здесь 4 интерната города Махачкалы, чтобы победила между ними дружба. Самое главное – это участие, а не победа. И всем взрослым, комитету спорта по туризму в лице Марата Мукминовича и администрации города за тот праздник, который они сегодня организовали детям-инвалидам. Самое приятное – это, конечно же, награждение. Победители и призеры личных соревнований по программе фестиваля награждались грамотами и медалями. Учреждения и организации, принимавшие участие в фестивале, также были отмечены дипломами. А также комитет по делам молодежи во главе с председателем Маратом Ибрагимовым дарили подарки не только участникам, но и детям, которые просто присутствовали на этом мероприятии. Завершили мероприятие «Звезды дагестанской эстрады», которые пришли не только поздравить детей со спортивным фестивалем, но и просто их увидеть. Огромное спасибо им за то, что они организовывают такие акции для детей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы поддержать и быть рядом. Спасибо им огромное. Для меня сегодня огромное удовольствие выступать перед детьми с ограниченными возможностями, дарить им свою радость, свое тепло, свою любовь, свои песни. Спасибо организаторам, которые дают нам сегодня такую возможность. Огромное спасибо организаторам. Я очень рада, что я сюда попала. Дай Аллах им здоровья и счастья всем детям. Каждый из присутствующих на мероприятии понимал, что дети – это наше будущее. И чем больше мы будем уделять им внимания, тем больше отдачи мы получим от них в будущем. Патима Талиева, Магомед Зурканаев. Специально для прибойных новостей.